Губернатор Игорь Рудене провел селекторное совещание с главами муниципалитетов Тверской области, посвященное подготовке к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду. В этом сезоне на модернизацию капремонт объектов теплоэнергетики в Тверской области будет выделено больше субсидий, чем в прошлом году. На что пойдут деньги и в какой срок должны быть устранены все неполадки, расскажет Мария Шалованова. Игорь Рудене поставил перед областным правительством и главами муниципалитетов очень важные задачи. Это повышение надежности тепловода и электроснабжения потребителей региона. На контроле властей капитальный ремонт тепловых сетей и котельных. Особое внимание этим работам должны уделить в первую очередь главы регионов, отметил губернатор. Без личного внимания главы муниципального образования такой процесс, как подготовка к осенне-зимнему периоду, достойно пройти не может. Успех этого мероприятия решается вашим личным вниманием к реализации поставленной задачи. Кроме того, Игорь Рудене отметил, что все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог и благоустройством территорий и завершены к осени. До начала сентября необходимо провести проверку технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания, промывку сетей, тепловодоснабжение и сформировать нормативные запасы топлива. Всего к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в Тверской области предстоит подготовить 800 котельных, 4 регенерирующих источника, это ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в Твери и Волшневолодскую ТЭЦ, а также порядка 2000 километров тепловых сетей, 6000 водопроводных сетей, около 2500 километров канализационных и электрических сетей. Наиболее высокие показатели готовности, более 75%, обеспечены в Андреапольском, Бежеском, Весегонском, Лесном, Ржевском, Сантовском, Старецком, Спировском и других районах. Особое внимание уделяется контролю за ходом подготовки к зиме объектов теплоснабжения города Тверейка Ленинского района. В районе и областной столице работа идет в штатном режиме.